Накануне Первой мировой войны ведущие европейские державы разделились на два враждующих лагеря Антанта и Тройственный союз, крупнейшие военно-политические объединения того времени на одном полюсе Англия, Франция и Россия, Германия, Австро-Венгрия и Италия на другом. Это вообще первый в столь масштабных из таких вот организационных формах опыт закладки основ межсоюзнического взаимодействия, межсоюзнической коалиционной стратегии еще в мирное время. С заключением Русско-Французской военной конвенции в 1892 году и затем и Морской конвенции в 1811 год были организованы рабочие контакты генеральных штабов, периодические встречи начальников этих органов военного управления. К началу 20 века мир уже был поделен между колониальными державами, но территориальные претензии оставались. И если внутри военно-политических союзов большую их часть удалось урегулировать, то между Тройственным союзом и Антантой противоречия лишь нарастали. Французское правительство в первую очередь хотело вернуть Эльзас и Лотарингио. Эти территории, богатые залежами железной руды, по итогам франко-прусской войны 1870 года отошли Германии. Еще одним камнем преткновения в Европе стал Балканский полуостров. Россия планировала обрести контроль над проливами Босфора-Дарданеллы, чтобы обеспечить своему флоту свободный проход в Средиземное море. Но это шло вразрез с интересами правящих кругов Австро-Венгрии, которые хотели удержать в своем составе Боснию и Герцеговину и не исключали захвата Сербии. Россия столкнулась с Австро-Венгрией на Балканах за доминирование. Мы себя чувствовали патронами славянских государств. Австро-Венгрия хотела занять место Турции, которая раньше доминировала на Балканском полуострове. Территориальные претензии выливались в войны, правда пока локальные. После марокканского кризиса, в котором Франция получила протекторат над этой африканской страной, последовала и Тало-Турецкая война, а затем и две Балканские войны. Но все эти вооруженные конфликты лишь усугубляли ситуацию. На севере Африки разгорелся спор вокруг Марокко. Попытка захвата этой территории со стороны Франции встречала сопротивление Германской империи. Немцы и сами претендовали на обладание этой колонией, а на Ближнем Востоке сталкивались интересы практически всех держав. В Великобритании, Германии и России распадающаяся Османская империя стала лакомым куском, обладатель которого получал контроль над значительной частью Черного моря. Большую европейскую войну как решение этих территориальных споров считали приемлемой почти все ее участники. В итоге в вооруженный конфликт оказались втянуты 38 стран. Через три года после убийства Сараева эрцгерцога Франца Фердинанда, что стало формальным поводом для начала Первой мировой, воевал весь мир. В 17-м году в войну оказались так или иначе втянуты Куба, Китай, Перу, Панама и Бразилия. Австралийцы и канадцы через океан присылали свои подразделения на помощь союзникам. Чернокожие рядовые на европейских полях сражений в то время отнюдь не редкость. А вот посмотрите, например, сенегальцы. Ну кто из людей, которые помнят, что была Первая мировая война, понимает, что люди со всего мира воевали? И вот вам сенегальцы, потому что действительно в войне участвуют страны и колонии. О том, что на фронте были и в том числе люди, которые приезжают вообще с другого континента, это трудно себе представить. Затянувшаяся окопная война завершилась победой Антанты и ее союзников. Мирный договор, подписанный в Версале, перекроил карту мира. Эльзас и Лотаринги вновь отошли Франции. Польша получила часть территории Западной Пруссии. Немецкие колонии поделили между собой победители. Австралийскими стали Новая Гвинея и Новая Зеландия. Великобритания и Франция забрали себе Тога и Камерун. В ходе и сразу после войны распались четыре империи. Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская. Появились новые государства. Австрия, Венгрия, Чехословакия, Польша. Сегодня часть историков полагает, что в тот момент Первая мировая еще не была завершена. Первая мировая война по-настоящему закончилась только, если угодно, ну, я не знаю, с окончанием Холодной войны. Только в конце 20 века, вот как начали воевать, потому что после Отечественной и Второй мировой началась Холодная война, которая тоже стоила нашему народу страшных, так сказать, чтобы держать прийти с Соединенными Штатами, мы отказывались обо всем. Отстаивание своих геополитических интересов дорого обошлось почти всем странам, кроме разве что Соединенных Штатов Америки. Они смогли заработать на поставках продовольствия и вооружений и превратились в крупнейшего кредитора. Великобритания и Франция, напротив, стали должниками. На месте Германии и России родились тоталитарные режимы. А экономический кризис начала 20-х годов, причиной которого в том числе стала Первая мировая, ударил по всем. Но главным итогом войны стали человеческие жертвы. 10 миллионов погибших и 20 миллионов искалеченных. Тогда многие думали, подобное не повторится. На пороге Второй мировой войны мир оказался всего через 20 лет.